Доброе утро! В оперативном плане для Югры этот год был достаточно спокойным, благодаря правильным мероприятиям, спланированным на 2017 год, благодаря превентивным мероприятиям, которые выполнялись территориальной подсистемой РСЧС, правительством округа, муниципальными образованиями, всеми службами спасательными, которые расположены на территории Югры. Нам удалось достаточно спокойно пройти и паводковый период, и лесопожарный период. И самое главное, чего совместными усилиями удалось достичь, это снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, ну и самое главное, гибели людей при этих чрезвычайных ситуациях. Ну вот, а это способствует, и это случилось благодаря чему? МЧС по Югре прошло какое-то новое обучение, люди стали оперативнее, техника стала лучше. Я бы так узконаправленно не стал говорить. Это заслуга всех служб. Всех служб. Энергетиков, ЖКХ, водоканала, территориальных гарнизонов, отделов надзорной деятельности, спасательных служб, муниципальных образований. То есть это весь комплекс, который создавался десятилетиями, и сейчас эта работа дает практический результат для безопасности югорчан. А если говорить о достижениях этого года, какие можно выделить? Ну, основные из более позитивных достижений, это наши спортивные достижения, нашей детско-юношеской команды пожарно-прикладного спорта. Традиционно на 30% сборная Российской Федерации состоит из спортсменов Югры, которые показывают отличные результаты не только на всероссийских соревнованиях, но и на международных. Югра воспитала четверых мастеров международного класса, которые и в этом году улучшили свои результаты. Если говорить только по территории нашего субъекта, удалось привлечь более 400 человек детей к занятию пожарно-прикладным спортом, к обучению в дружинах юных пожарных. Это сегодня популярное направление? Да, это к вопросу не о популярности, а к вопросу о комплексном подходе безопасности. После создания всех оперативных служб есть необходимость создавать систему культуры безопасности. Люди должны помнить и своих близких, о здоровье своих близких и не забывать о себе. Александр Александрович, ну, все-таки такой праздник, День Спасателя. Все эти камеры, и уже, как я вначале говорил, ваш приход к нам в гости, он традиционен. Вот, пожалуйста, все эти камеры специально для вас. Как будете отмечать? Ну, и, конечно же, поздравляйте. Отмечать будем подведением промежуточных итогов и вручать заслуженные награды, звания, планировать дальнейшую служебную деятельность. И, самое главное, будем благодарить друг друга, в том числе и жителей Югры, за ту огромную работу, которую мы провели совместно на территории. Работу, которая позволила снизить гибель, предотвратить беду. И, самое главное, с уверенностью смотреть в наступающий 2018 год. Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо вам большое. С вашим лицем. Мы поздравляем всех, конечно, тех людей, кто стоит на страже и чрезвычайной ситуации, но вообще, кто помогает нам в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам огромное. Еще раз с праздником поздравляем у вас. Спасибо огромное, что пришли. Ждем в следующем году. Уважаемые друзья, коллеги, сослуживцы, поздравляю вас всех с профессиональным праздником Днем Спасателя. Мира, добра вам и вашим семьям. Ну, а мы подытожим. Мы присоединяемся к каждому слову. Два коротких, один протяжный. Ура! 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 Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.